На дороге, ведущей к спортивному комплексу Высокогорье, 26 июля сошел селевой поток. Случилось это из-за поднятия уровня грунтовых вод и переувлажнения почвы. 60-метровый участок дороги снесло вниз по склону. Единственный путь к спортивному комплексу и военной части оказался отрезанным. Работы по восстановлению дорожного полотна начались после того, как отступили грунтовые воды. При создании нового участка трассы было запланировано засыпать огромную образовавшуюся пропасть сначала скальным грунтом, а сверху щебеночно-песчаной смесью. Открыть проезд на Высокогорье дорожная служба планировала 15 августа. Сегодня, разрушенный селевым потоком, участок дороги уже готов принимать автомобилистов. Одна полоса восстановлена, на второй еще работает техника, но транспортному сообщению это не мешает. Теперь дело за малым. Осталось только установить ограждение и укрепить саму трассу. Были произведены работы для того, чтобы мы спустили технику тяжелую. Были произведены работы по нарезке уступов. Были нарезаны уступы, спустили экскаватор для того, чтобы можно было выгрести тот грунт, который был переуложненный. Тот грунт был полностью выбран. Были произведены работы по засыпке земного полотна скальным грунтом. Скальный грунт уделяющийся дренирующим грунтом. И, соответственно, если в будущем будет такая же ситуация с паводком или с дождями, то это будет уже более устойчивое земляное полотно. И в дальнейшем, думаю, что такое, таких инцидентов уже будем избегать. На проблемном участке под дорогой также установили пропускную трубу. Она должна будет обезопасить почву от влаги, пропуская через себя воду. Выход трубы на склоне будет закреплен камнями. Сегодня вечером работы по дорожному покрытию планируют завершить. Полностью выставить все ограждения и убрать технику должны уже в нынешнюю субботу.